К удивлению местных болельщиков, в первые пять минут встречи нефтехимик лишь изредка вылезал из своей зоны, да и то практически безопасных моментов. Что касается гостей, то они доминировали на площадке. По крайней мере, в отличие от нижнекамцев, гости бросали по воротам соперников. Как известно, рано или поздно количество переходит в качество. Так, один из бросков от «Синий» в исполнении защитника «Лады» достиг своей цели. 0-1. Случилось это уже на седьмой минуте матча. От такого начала поединка дружина Крикунова явно не ожидала. Как позже признается наставник нижнекамцев, его подопечные попросту не настроились должным образом на эту игру. Собственно, после пропущенной шайбы в атаку нефтехимик не ринулся. Скучная игра в исполнении хозяев продолжилась. Первый период играли плохо, да. Видимо, как мы не настраивали, игроков все равно недооценили, наверное, или я не знаю, даже что это такое было. Но потом вроде бы со второго перерыва начали играть и играли, но все равно. Хотя это и сегодня на раскатке уже было, да, такая раскатка была не совсем хорошая. Восстановить паритет в матче наша команда смогла во второй 20-ти минутке, но стоит признать, что не без доли везения. Игроки «Лады» не сумели правильно провести пересменку, появился свободный простор, и после броска с Дунова Джефф Таффи сделал счет 1-1. Казалось, что игра оживилась, и сейчас обе команды начнут играть еще острее, но как такового особого накала в этом поединке не наблюдалось. Клубы докатали третий период, создав всего по одному-два момента у ворот друг друга. Потом был пятиминутный овертайм, который тоже ничем не запомнился. Разве что активной поддержкой гостевой трибуны. Все решилось в булитной серии. В этом сезоне «Нефтехимик» очень плохо проводит эту хоккейную лотерею. На протяжении нескольких матчей нижнекамцам не удается переиграть своего соперника в булитах. Не случилось этого и в игре против «Лады». Белоусов принес тольяттинцам два очка. Как бы то ни было, дошли до булитов, но, к сожалению, мы что-то в этом году проиграли уже их, которые ясны. Булитеров нет, их надо отдельно для проведения. На этом мини-серии «Нефтехимик» «Лада» не заканчивается. Уже послезавтра команды проведут повторный поединок, но на этот раз они сыграют в Тольятти. Вадим Струминский, Максим Липин, Ренат Харасов. Новости НТР.